Инфовойна между Ереваном и Баку идет с переменным успехом, однако в целом Армения отстает, по крайней мере, на данный момент, заявил Вестиас российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук. Информационное противостояние по линии Армения-Азербайджан идет с переменным успехом. Но в целом Армения отстает, по крайней мере, на данный момент. Информационно-психологическая борьба складывается из нескольких ключевых факторов, и деньги здесь играют далеко не первую роль, как кто-то мог бы подумать. Главную роль играют головы. И эти самые единичные головы, которые, я хочу это подчеркнуть, не привлечены ни на одну из двух сторон. При этом только они в состоянии, за счет своего включения в тему, менять информационное поле по своему усмотрению. Но таких специалистов всегда и везде единицы, и хорошо еще, если есть хотя бы одна. И даже в России, так как от размеров страны обладание подобной головой никак не зависит, заявил Трофимчук. По его словам, Азербайджан сегодня превалирует в информационном поле за счет ресурсов, различных эфирных программ. Многие из них интересны только для узкого круга профессионалов. Да, безусловно, азербайджанская сторона достойно представлена в информационном поле отставными дипломатами, экспертами и так далее. Но я говорю о чрезвычайных природных навыках, которые видны издалека, сходу. В основном, к сожалению, в обеих странах, включая, кстати, и Россию тоже. Информационной сферой заняты чиновники, начальники, просто по должности. А им все видится несколько иначе, ну просто в силу положения вещей, подчеркнул российский эксперт. По его словам, в инфо-войне с азербайджанской стороны недостаточно креатива, который в сложнейших обстоятельствах, регулярно готовых сорваться на войну, является определяющим. Что касается России, то я уже не раз говорил, что вопреки широко распространенному мнению, она не обладает реальной, можно сказать, боевой пропагандой. Пропаганда – это любовь, а не расширение списка ваших противников, которых вы, за счет таких бестолковых действий, быстро превращаете во врагов. Не говоря уже о том, когда в результате ваших действий ваш друг становится врагом и даже готов взять в руки оружие. Наверное, поэтому я и не принимаю в последнее время участие в телевизионных политических ток-шоу, так как не хочу участвовать в том, чего не могу, в силу естественных причин, куда надо направить, сказал он. Он указал, что все видят, куда Россию завела такая, с позволения сказать, пропаганда, по всему периметру страна получила нестабильность войны, а ряды врагов крепнут и растут. Если говорить конкретно о Карабахе, то в информационном плане российская сторона не знает, как избавить себя здесь от новой войны. Миротворцы – это неплохо. Но эта деятельность не имеет к информационной сфере никакого отношения. Поэтому гарантий от новой войны нет, пояснил эксперт. Говоря о деятельности российского военкора Семена Пегова, он отметил, что не считаю журналистов, которые ездят в разного рода горячие точки, участниками информационной войны. «Если бы я был главным редактором какого-то издания, то вообще бы не подвергал риску своих сотрудников. Пусть сидят на своих рабочих местах и пишут так, как я бы им посоветовал. Им бы самим это было на 10 порядков интереснее». Практически все репортажи непосредственно с места современных войн не стоят практически ничего, так как достоверность их всегда может быть опровергнута, причем без лишних усилий, подчеркнул аналитик. По его словам, данный подход и в брошенной Семеном Пеговым новости о расселении различного рода беженцев и террористов в зоне Карабаха. К тому же, надо отдавать себе отчет, что если этот конкретный журналист, военный корреспондент, не имеет нужной репутации, то может писать все что угодно. Такая информация не способна повлиять на настроение миллионов и изменить ход событий. Вес имеют слова единичных людей, и я уже частично об этом сказал выше. Такого веса не имеют ни фотографии с места событий, ни документы, ни так называемый компромат, так как людям все это давно уже неинтересно, указал Трофимчук. Он выразил мнение, что всего лишь за несколько считанных лет мир устал даже от самого этого слова фейк. Поэтому и в данном конкретном случае, по названным районам, внешние наблюдатели скорее поверят азербайджанской стороне. Легко можно сделать так, чтобы тысячи беженцев, находясь на информационных просторах, расселись на противоположной армянской стороне. Одна информация постоянно опровергает другую, пока на это поле случайно не зашел настоящий профессионал, чтобы раз и навсегда расставить все по своим местам. И если Азербайджан пока еще не довел, по некоторым важным параметрам, войну до конца, то все дело как раз в этом, в максимально точном и простом информационном подходе, понятном всем и каждому. Не надо никаких геополитических размышлений. Будьте, что называется, проще, и все к вам потянутся. Эта формула придумана до нас, отметил эксперт. Говоря о методах ведения информационной войны, Трофимчук предложил Азербайджану запустить телевизионное политическое ток-шоу по типу российских. Подчеркиваю принципиально важный момент. С участием именно российских экспертов. Азербайджанские, грузинские, украинские и так далее в нем, конечно, тоже могут участвовать. Но именно российское участие здесь, если речь идет о наших общих проблемах и войнах, в состоянии сделать погоду. На азербайджанском ТВ, объемно работающем на русском языке, конечно, и сегодня много различных программ, в том числе с политическим уклоном. Но того формата, о котором я говорю, нет и в помине. Нет его, скажем, и в Украине, так как именно без российского участия даже самое раскрепощенное политическое шоу, а там таких как раз много, мало кому интересно, кроме местных. И не надо никого громить с телеэкрана, дайте простой и интересный продукт без всякого напряжения. Но это дело самого Азербайджана. Я, что называется, в редакционную политику не вмешиваюсь, резюмировал российский эксперт.